Фанаты волейбола, всем привет! Вторые матчи четвертьфинальных серий получились невероятными. Сегодня в видео поговорим о том, сколько полуфиналистов уже определилось, и погрузимся в атмосферу крутейшего волейбола. Все прямые трансляции и записи матчей вы можете смотреть на официальном сайте Всероссийской Федерации Волейбола, ссылка в описании. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, в комментариях напишите, какие полуфинальные пары вы бы хотели видеть. Ну и по традиции в Телеграм загляните на конкурс прогнозов. Наливайте чаек или кофеек, приятного аппетита и приятного просмотра! Начинаем обзор в Красноярске, где Енисей принимал казанский зенит. С первых розыгрышей завязалась равная борьба, а вскоре казанцы добыли брейк после эйса дыру. Ближе к середине партии хозяева площадки сравняли счет блоком. Команды шли на равных, а после этого зенитовцы сделали рывок. Дважды отловили соперника блоком, а в атаке сложнейший мяч забил Волков. Енисей также блоком немного сократил отставание, но зенит казань большего не позволял, а в атаке феерил дыру. Концовки красноярцы дважды сами ошиблись, а Максим Михайлов поставил точку в сете 19-25. Вторую партию сибиряки начали очень уверенно, и Алексей Вербов вынужден брать ранний тайм-аут. Его подопечные смогли быстро нагнать, но эйс от Бочарова вновь вывел красноярцев вперед. В середине партии хозяева площадки сделали рывок, а в атаке трижды отличился мурашка. Гости блоком сократили разницу, но дальше Енисей продолжал оберегать это преимущество в счете и даже увеличил его. После второго тренерского перерыва зенит казань устроил мощную погоню на подачах Романовского и сравнял счет, трижды подряд результативно закрыв соперника блоком. Игра перешла в напряженную концовку и все решалось на балансе. Красноярцы первыми вышли на сетболы, но казанцы отыгрались. После эйса мурашка на табло горели 28-27, но следующая подача полетела в аут. А дальше эйсом ответил Кононов, а зенитовский блок поставил точку 28-30. Третью партию Енисей опять начал увереннее, но гости вновь быстро догнали. К акватору партии команды подошли на равных, а дальше зенит казань сделал рывок. У них отлично работал блок, а надежные опции в атаке были Михайлов и Волков. В этом отрезке Юрий Филиппов использовал оба таймаута, но казанцев уже было не остановить. Гости продолжили свой натиск уже на подачах Волкова, отметившегося эйсом. А дальше зенитовцы без труда завершили партию и матч. 18-25, 0-3 казанцы стали первыми полуфиналистами пари Суперлиги. Самыми результативными игроками матча стали диагональные команды. Роман Мурашко и Максим Михайлов набрали по 14 очков. Протокол и мой прогноз из телеграм-канала на ваших экранах. Отправляемся в Санкт-Петербург, где зенит встречался с московским Динамо. Москвичи уверенно провели первую половину сета. Хорошая подача, качественный блок, надежная реализация доигровочных мячей. Очередная отличная подача Максима Белогорцева подарила фрибол москвичам, который реализовал Власов и довел преимущество гостей до 6 очков. Хозяева стали потихоньку усилять подачу, но несмотря на проблемы с приемом, блок Динамо работал как часы, помогая выполнять съем. Бабкевич поддержал партнеров и выполнил шикарнейшую подачу. В результате затяжного розыгрыша белорусский гигант реализовал доигровочный мяч и сократил отрыв до 3 очков. Но концовка партии прошла буднично. Команды обменивались съемами, иногда ошибались при вводе мяча в игру. Ошибка же Андрея Титича при атаке из четвертой зоны приносит победу гостям. 19-25. Ошибка Ильи Власова в атаке позволила Зениту повезти на старте второго сета. А в результате касания сетки Дениса Богдана после атаки хозяева завладели брейковым преимуществом. Сумасшедший розыгрыш должен был остаться за петербуржцами. Но прекрасная страховка Лауре Керминина, а затем мощнейшая скидка Павла Панкова все же не дали Зениту уйти в плюс 3. Денис Богдан эйсом сравнял счет. А прекрасная подача цвета на Соколова вывела москвичей вперед. Выход Тимофея Тихонова с начала сета позволил добавить эмоций петербургской команде. Заряд молодого игрока подхватил опытнейший Андрей Титич, реализовавший доигровку после классной защиты Гребенникова. Зенит начал поднимать какие-то сумасшедшие мячи в защите, раз за разом. Правда Илья Власов был неумолен. Благодаря классным действиям в защите Соколова и удачной атаке Антона Семышева, который нашел пальцы блокирующих, Динамо заработала брейковое преимущество в концовке. Но видеопросмотр Серджио Бузата отменил первое решение арбитра. Мяч коснулся Пола при панкейке Соколова. Тройной блок хозяев останавливает Цветана и вынуждает Константина Брянского взять перерыв. После таймаута блок Зенита продолжил крушить. Если после атаки Семышева Соколов подстраховал отскок от блока, то вот после собственной атаки Болгарину никто не помог. Забор москвичей не стал долго отсиживаться в саду и закрыл Тимофея Тихонова, в очередной раз восстановив паритет на табло. Аэйс Антона Семышева вывел Динамо вперед и таймаут пришлось брать уже Серджио Бузата. Равная концовка вышла смазанной из-за большого количества ошибок на подаче обеих команд и матч перешел на баланс. У москвичей была возможность не затягивать, но Семышев и Соколов не смогли обыграть питерский блок. По итогам затяжного розыгрыша Цветан не нашел пальцы блокирующих. Первый сетбол петербуржцам волейболисты Динамо подарили сами. Просто не смогли перекинуть мяч на сторону соперника после подачи Тимофея Тихонова. Ну а что творилось дальше? Несколько возможностей было у хозяев, чтобы завершить партию, но воспользовались они самой последней. Владислав Бабкевич отыгрывается от блока и приносит победу Зениту 30-28. Хозяева продолжили гнуть свою линию. Максимальный риск на подаче, которая летела очень неплохо, и невероятные действия в защите, которые сопровождались уверенными действиями в атаке. Заступ при пайпе Антона Семышева приносит плюс 4 для хозяев. Впервые в этом матче Зенит имеет столь солидное преимущество. Андрей Титич передавил Панкова на сетке и совместил два празднования самого Павла и Ильи Власова. Хозяева поймали волну и продолжили на ней дрейфовать. Очередной переходящий мяч забивает Яковлев. 6 очков преимущества у Зенита. Ну а это что за шикарнейшая страховка от маэстро защиты Жени Гребенникова. Браво! Партия двигалась к логическому завершению. Но на подаче Соколова гости сократили отставание до двух очков. Сначала Бабкевич не смог исправить передачу Кобзаря, а затем сам Болгарин исполнил Эйс. После Эйс оформил уже Антон Семышев, сократив вроде огромный отрыв хозяев до минимума. Титич атака из четвертой зоны приносит своей команде сетбол, но Кобзаря ошибается на подаче, Бабкевич не забивает из четвертой зоны, а Цветон Соколов реализует тяжелейшую атаку и сравнивает счет. Но игра на балансе долго не затянулась. Бабкевич приносит очередной сетбол, а двойной блок Зенита останавливает атаку Антона Семышева 27-25. Старт четвертого игрового отрезка остался за гостями. Уверенные атаки Семышева и Богдана, а также ошибка Бабкевича в атаке принесли преимущество москвичам. Панков забил переходящий мяч, Соколов оформил Эйс и вот на табло уже 1-6. Тайм-аут Сержио Бузата. Болгарского легионера перерыв не остановил, очередная подача на вылет. Заработав такое преимущество со старта, мастеровитые волейболисты Динамо своего не отдали. Илья Власов закрыл Ивана Яковлева и отправил команды на тайбрейк 19-25. Укороченная партия прошла словно американские горки. Каждая из команд по очереди имела преимущество в 1-2 очка, однако развить успех не получалось ни у хозяев, ни у гостей. В решающий момент Динамовцы допустили две ошибки в атаке, а Андрей Титич закрыл блоком цвета на Соколова. 15-13, 3-2, Зенит побеждает, сравнивает счет в серии и направляется в Москву на решающий поединок. Самым результативным игроком этого матча стал Владислав Бабкевич, набравший 32 очка. Протоколы и прогнозы с телеграм-канала, как обычно, на ваших экранах. На очереди матч в Кемерово, Кузбасс принимал Белогорье. После первого матча серии, казалось, что проблем у Львов не возникнет. Но кемеровские медведи, ведомые поддержкой домашних трибун, дали настоящий бой. Большая часть первой партии прошла на равных. Сергей Червяков закрыл Дениса Черейского в центре сетки. Душан Петкович скинул мяч между блоком Джана и Георгия Заволотникова. Большое количество брака на подаче мешало кемеровчанам держать игру. Тем не менее, счет часто становился равным. Но концовка осталась за гостями. 22-25. Второй сет развивался по схожему сценарию. Ну а Славик Кастадинов закрыл блоком Джана и подал на вылет. Мохаммед Льхачдади оказался под тройным блоком. С задней линии в атаке подключился Роман Пакшин. А связующий Кузбасса продолжил свою серию подачи двумя эйсами. Отличился на подаче и Роман Пакшин. Ну а Александр Маркин блок-аутом поставил точку в партии. 25-22. В третьем сете интрига держалась до самого конца. Роман Пакшин забил пайпом, но угодил под тройной блок во главе с Георгием Заволотниковым. Мохаммед Льхачдади и Джан ошиблись на подаче, а Славик Кастадинов пополнил актив еще одним эйсом. Александр Маркин уложил мяч по линии, добавил в диагонали и Душан Петкович. Партия осталась за тем, кто меньше ошибался при вводе мяча в игру. И им оказался Кузбасс. На счет команды в концовке еще по эйсу записали Денис Черейский и Роман Пакшин. 25-23. На старте четвертого сета за гостями весомое преимущество. После атаки Павла Тетюхина разрыв достигает уже 11 мячей. Кузбассу не удалось ничего предпринять, несмотря на замены по ходу сета. И гости перевели матч на тайбрейк. 14-25. На старте пятой партии Белогорья вырвалась вперед. Та же ситуация и после смены сторон. Роман Пакшин отыгрался от двойного блока, а затем двумя эйсами выбил соперника с приема. Мохаммед Аль-Хадждади атакой вернул преимущество, но тут же оказался под блоком Дениса Черейского. Павел Тетюхин отправил мяч в аут в атаке, а Мохаммед Аль-Хадждади оказался под блоком Романа Пакшина. 18-16. 3-2. Кузбасс неожиданно для многих продлевает серию. Полуфиналист в этой паре определится в решающем матче в Туле. Самым результативным игроком стал Мохаммед Аль-Хадждади, набравший 27 очков. Протоколы и прогнозы с телеграм-канала на ваших экранах. Завершаем обзор матчем в Новом Уренгое, факел принимал новосибирский локомотив. Ямальцы сенсационно выиграли первую игру в Новосибирске. И конечно же поверили в свои силы. А вот железнодорожникам нужно было проявить характер, чтобы вернуться в это противостояние. Блок на Атанасове принес факелу преимущество на старте первого сета. Но усилиями Казаченкова, который был безупречен в атаке, новосибирцы сократили отставание. А когда вернули должок, дважды отловив блоком Капранова, и вовсе вышли вперед. Но увеличить отрыв ямальцы соперникам не позволили, и дальше игра продолжилась на балансе. Капранов забил после защиты Андреева и принес хозяевам брейково очко. Но новосибирцы тут же вернули паритет на табло. Гостям продолжал приносить очки Казаченков, а у приполярников работал блок, и вовремя подключилась подача. Дикарев эйсом вывел свою команду на сетболы. А второй же подачей подарил Капранову переходящий мяч, который тот с удовольствием реализовал. 25-22 и ямальцы повели по сетам. В дебюте второй партии локомотив, усилив игру в защите, вышел вперед. И уже при счете 2-5 Роман Имполов взял тайм-аут. После перерыва новосибирцы продолжили наступление. Лысик дважды подал на вылет. Но Капранов снял свою команду с коварных подач центрального соперников и подтянул факел в счете. А Казаченков ошибся в атаке и вернул равные цифры на табло. До самой концовки игра продолжалась отрезками. Стоило ямальцам нарастить брейковое преимущество, как новосибирцы тут же сравнивали счет. Вышников и Савин обменялись эйсами, еще одна подача на вылет удалась Кастадинову. А Лысик первым темпом поставил в партии точку. 25-23. Локомотив сравнивает счет. После равного начала третьего игрового отрезка приполярники сумели оформить лидерство. И все те же плюс 2 оставались у факела к середине сета. Но эйс и Казаченкова помогли железнодорожникам сравнять счет. А когда Савин закрыл атаку Энса, гости вырвались вперед. У ямальцев в рамках двойной замены вышли Сергей Гранкин и Никита Морозов. Который тут же реализовал атаку, а после подачи на вылет в исполнении Динейкина, Пламенко Стадинов при счете 15-16 был вынужден взять перерыв. Дальше игра продолжилась на больше-меньше. И к концовке соперники подошли на равных. Гости первыми вышли на сетболы. Но Дикарев дважды отловив Казаченкова, вернул свою команду в игру. А затем сам же спас мяч в защите, позволив Энсу реализовать доигровку. 27-25 и факел повел по сетам. Осязаемая возможность выхода в следующую стадию тяжелым грузом упала на плечи молодых волейболистов факела. И на старте четвертой партии новосибирцы рванули вперед. Казаченков трудился в атаке, а вот у приполярников в нападении получалось далеко не все. И к экватору сета локомотив нарастил двукратное преимущество. Ковальчук, заменивший на площадке Мельникова, реализовал первый темп, а Юцевич пробил двойной блок. И вот уже отставание ямальцев сократилось. Но собственные ошибки не позволили факелу развить успех. И к концовке гости подошли с уверенным перевесом. Ну а точку в сете поставил Лызик, подачей на вылет. На подачах того же Лызика, которому удался Эйс, и усилиями Казаченкова в атаке, локомотив вышел вперед на старте укороченного сета. Но Энс поднял мяч в защите, а Капранов добил до пола. И отставание факела сократилось до минимума. Но снова ошибки хозяев помогли новосибирцам сохранить преимущество. Которое они сумели и довести до победы. 11-15, 2-3, локомотив возвращает серию в Новосибирск. Самым результативным игроком матча стал Илья Казаченков, набравший 30 очков. Протокол и мой прогноз из телеграм-канала на ваших экранах. Ну что за матчи мы с вами увидели? В трех из четырех четвертинальных сериях нам предстоит насладиться третьим решающим противостоянием. Браво командам! Это действительно классное зрелище. Тем временем расписание решающих матчей на ваших экранах. Огромное спасибо за просмотр и вашу поддержку. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, а в комментариях жду от вас полуфинальные пары, которые хотелось бы видеть. Про телеграм не забывайте, эксклюзивный контент и конкурсы прогнозов всегда ждут вас там. Ну а с вами был Фанат Волейбола, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok